По данным управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе во всех возрастных группах отмечался рост числа заболевших. Участились случаи заболевания среди работников сферы услуг образования и торговли. С 20 июня введены 1170 коек для лечения больных с коронавирусом и подозрением на него. Коечный фонд сейчас составляет 2842 места, свободны 36%. На закупку лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов выделено дополнительно 14 миллионов рублей из федерального бюджета. Продолжается прививочная кампания. В регионе дефицита вакцины нет, однако губернатор отметил необходимость уделить большее внимание вопросу распределения препаратов. Достаточно неплохие мы вышли темпы вакцинации. Здесь очень важно, чтобы не было у нас малейших сбоев. Конечно, во многом это зависит и от ритмичной поставки вакцин. Над этим мы работаем. Ну и очень важно, конечно, чтобы вакцина, которая поступает в кратчайшие сроки, была доставлена по медицинским учреждениям. Вот здесь, Арман Сакович, нам, конечно, нужно время это сокращать от момента поступления вакцин на территории региона до их доставки в лечебные учреждения. В регион пришла большая поставка вакцины 53 400 доз гам-ковид-вак и 1560 доз вакцины кови-вак. В течение двух недель ожидаются новые поставки. Губернатор подчеркнул, необходимо не только проводить вакцинацию, но и соблюдать ограничительные меры. Самое главное, конечно, контроля за действующими режимами на территории Самарской области и всех муниципальных образований. На мой взгляд, коллеги, сегодня контроль по исполнению ранее принятых поручений недостаточно. Мы не отменяли ограничения на территории Самарской области, в отличие от большинства субъектов Российской Федерации. Может быть, по этому ситуации у нас чуть, но все-таки получше. Обсудили возможность введения QR-кодов, как это сделано в других регионах России. Там для посещения заведений общественного питания, развлекательных, концертных и спортивных мероприятий требуется сертификат с QR-кодом, который подтверждает наличие у человека прививки или антител, выработанных в результате заболевания. Его выдают на портале госуслуг в приложении «Стоп коронавирус». На оперштабе принято решение протестировать ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета. Их получают все работодатели, у которых 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию, перенесли ковид менее шести месяцев назад или имеют медицинские противопоказания к вакцинации. Ограничительные меры в случае их ввода на деятельность организаций, получивших данный паспорт, распространяться не будут. Первые выводы по итогам апробации штаб рассмотрит через неделю. Виктория Шарая, События.